Дочери национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова посетили его могилу в Агдаме. Обе дочери Багирова служат офицерами в государственной пограничной службе. Капитан медицинской службы Айнур Багирова с радостью сообщила, что ее отец вернулся на родную землю, где 27 лет назад стал шехидом. Сегодня, будучи офицером погранвойск, эту профессию пророчил мне отец. Я с гордостью стою перед его могилой. Выражаю признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и доблестной азербайджанской армии за то, что они подарили нам радость этой победы. Я уверена, что с освобождением Агдама душа отца и других шехидов найдут утешение, сказала Багирова. Другая дочь нацгероя, полковник-лейтенант Зумруд Багирова, сообщила, что последний раз на родной земле была в 1993 году в шестилетнем возрасте. Чувствую гордостью, что, продолжая путь отца, я как пограничник ступила на наши земли. Выражаю глубокую признательность главе государства и героическим азербайджанским воинам за то, что вернули наши земли. Я склоняю голову перед отцом и всеми погибшими за родиной шехидами, подчихнула Багирова. Напомним, что Аллахверди Багиров стал шехидом 14 июня 1992 года, попав на мину. Он был похоронен в аллее почетного захоронения Агдамского района. Несмотря на то, что могила была залита бетоном во время Первой Карабахской войны, надгробный камень не был установлен. Азербайджан и Армения начали демаркацию границы. Процесс проходит при участии российских специалистов и был запущен сразу после возвращения Кельбаджарского района Азербайджану, пояснили в Минобороны Армении. Часть демаркационных работ проводится на участке Зотского золотого мездорождения Сюидлю, который располагался в Кельбаджарском районе, цитирует ведомство «Спутник Азербайджан». Перед полноценной и точной демаркацией на этой территории временно установили ворота, чтобы остановить движение в Кельбаджар и обратно. После демаркации вооруженные силы Азербайджана и Армении разместят свои военные базы на уточненных границах, где и будут осуществлять боевое дежурство. Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА вынес окончательное решение по главе пресс-службы футбольного клуба «Карабах» Нурлану Ибрагимову. Как передает канал 13, об этом сообщается на сайте Союза. УЕФА пожизненно отстранил от футбола Нурлана Ибрагимова. Он таким образом наказан за публикацию об армянах, сделанную на своей странице в Facebook во время Нагорно-Карабахского конфликта. Футбольный клуб «Карабах» также не избежал наказания. УЕФА оштабовал Агдамский клуб на 100 тысяч евро. Ранее, в соответствии со статьей 31 дисциплинарного регламента УЕФА, был назначен инспектор по этике дисциплинарным вопросом для проведения расследования в связи с заявлениями, сделанными в социальных сетях должностным лицом футбольного клуба «Карабах». В городе Гюмри, Армении сослуживец нашел тело военнослужащего 102-й российской военной базы без признаков жизни. Об этом передает канал 13 со ссылкой на прислужбу Южного военного округа. Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено, говорится в сообщении прислужбы. В Гюмри согласно межгосударственному договору 1995 года дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пробивания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет до 2044 года. Армянская оппозиция намерена добиваться импичмента. Пьемер-министра страны Никола Пашиняна в случае отмены военного положения заявила депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Шакей Саян на внеочередном заседании парламента, где обсуждался вопрос отмены введенного 27 сентября особого режима. «Наша цель открыта и прозрачно. Объявленное чисто декларативно военное положение должно быть отменено, после чего мы все должны объявить импичмент человеку, занимающему кресло пемьер-министра», передает ее слова РИА Новости. Исайян добавила, что сохранение режима военного положения в стране – жалкая попытка сдержать те процессы, которые объективно должны были возникнуть после подписания документа о капитуляции, когда проигравший руководитель отказывается уходить и дать стране новый шанс на обеспечение безопасности, возвращение пленных. «Сегодня без преувеличения мы или отстраним Николу Пашиняна, или потеряем Армению», – заявила парламентарий. Отношения с Азербайджаном очень хороши и среди двух руководителей, и на уровне элит. Например, в Азербайджане действует 350 русских школ. На просторах СНГ я другой такой страны, к сожалению, не знаю. И при этом в России все время Азербайджан в чем-то обвиняют. У нас в стране многие не заинтересованы в углублении отношений с Азербайджаном. Те, кто находится под влиянием Запада, не хотят укрепления отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном. Как передает канал 13, об этом сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с телерадио-ведущим Геей Саралидзе в рамках информационно-аналитической программы «Соседи». В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен процесс сбора тел погибших азербайджанских военных после боя. Особенность происходящего на видео в том, что тела солдат заминированы. Мины установлены под тела, либо под прикрепленные к ним предметы. В конце можно видеть, как сапер перерезает ремень от военной сумки, стоящей на взрывателе. Окупанты, зная, что забрать тела обязательно придут азербайджанские военные, заминировали их, рассчитывая нанести как можно большой урон героям, победившим в Карабахской войне. Субтитры создавал DimaTorzok